Автор целого ряда книг, посвященных этой теме, иранский ученый Ферридон Батманг Хелидж, указывает о широком распространении в мире такого явления, как подавленная жажда, когда человек не получает сигнала от внутренних датчиков нехватки воды, а поступающие болевые симптомы лечат, в кавычках, при помощи медицинских препаратов. Либо человек это интерпретирует как голод, последствия нам понятны, либо пытается напиться тем, чем напиться невозможно. Причину этого явления автор не исследовал, поэтому нам необходимо это сделать самостоятельно. В этом ролике в сжатой форме дана информация из его книги «Ваше тело просит воды». Доктор Ферридон Батманг Хелидж родился в Иране, окончил медицинскую школу Святой Марии при Лондонском университете. Революционное правительство Ирана, подозрительно отнесшееся к его стремлению служить человечеству, решило посадить его в тюрьму с конфискацией личного и семейного имущества. Находясь в тюрьме Эвен, доктор Батманг Хелидж обнаружил целебные свойства воды при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Вместо лекарств, которых у него не было в наличии, ему пришлось прописать два стакана воды больному с язвой, страдавшему от мучительных болей. Через восемь минут боль исчезла. Следующие 25 месяцев заключения он полностью посвятил клиническим исследованиям, касающимися роли воды в снижении стресса и лечении связанных с ним заболеваний. В день суда ему был вынесен смертный приговор. В качестве последней защиты он подарил судье статью о лечении водой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. О прозрении судьи нам ничего не известно, но в итоге доктору была дарована жизнь, чтобы он смог продолжать свои исследования. Хроническая нехватка воды в человеческом организме ведет ко многим расстройствам и заболеваниям. Обучайтесь понимать, когда ваше тело нуждается в питьевой воде, вкупе с содержащимися в ней веществами, и не пытайтесь лечить жажду медикаментами или любыми другими напитками, кроме воды. Почему лекарства не лечат болезни? Современные медицинские работники не осознают важнейшей роли воды для человеческого организма. В книге всего лишь одно главное действующее лицо – это вода. Истина заключается в том, что обезвоживание действительно может приводить к некоторым заболеваниям. Всем известно, что вода полезна, но не все знают, что это основа хорошего самочувствия. Они не знают, что происходит с организмом, не получающим необходимого ежедневного количества воды. Уже стало традицией считать сухость во рту сигналом потребности организма в воде. Далее, если такой признак отсутствует, делается вывод о нормальной регуляции воды в организме. Вероятно, причиной для подобного вывода служит изобилие воды. Эта абсурдная, нелепая точка зрения ответственна за отсутствие результатов в поиске мер по предотвращению развития заболеваний, несмотря на многочисленные и длительные исследования. Я опубликовал отчет о проводимых мной клинических наблюдениях. Тогда я вылечил 3000 пациентов, страдающих язвой желудка, исключительно водой и впервые в истории медицины обнаружил, что эта классическая болезнь реагирует на подобное лечение. Клинически стало очевидным, что данное состояние очень напоминает состояние жажды. На сегодняшний момент сухость во рту – единственный принятый признак обезвоживания. Данный сигнал является последним внешним проявлением высокой степени обезвоживания. Опасность возникает на стадии постоянного обезвоживания, которая не обязательно должна проявляться сухостью во рту. Ученым следует признать, что для облегчения процессов пережевывания и глотания пищи слюна выделяется даже в том случае, если организм сильно обезвожен. Регулирование воды на различных жизненных этапах На различных этапах жизни можно выделить три основные стадии регулирования воды. Первая – стадия развития плода в матке. Вторая – стадия роста по достижению максимального роста и веса, примерно между 18 и 25 годами. Третья – это фаза, длящаяся до смерти человека. Во время внутриутробной фазы вода для клеточного роста ребенка предоставляется матерью. Такое впечатление, что передающая система для потребления воды создается зародышевой тканью, но воздействует на материнский организм. Самым первым признаком потребности в воде и плода матери является утренняя тошнота по утрам в первые месяцы беременности. Утренняя тошнота – это первый сигнал жажды как матери, так и плода. С возрастом содержание воды в клетках уменьшается до тех пор, пока соотношение объема воды внутри клеток и вне клеток не меняется с 1,1 до 0,8. Это весьма печальное изменение. В результате хроническое обезвоживание вызывает симптомы, которые трактуются как признаки различных заболеваний в силу нашего неумения распознавать сигналы жажды, которые подает наш организм. Как известно, эти настойчивые требования воды рассматриваются как отклонения от нормы, а справляются с ними при помощи лекарств. Ощущение жажды у людей притупляется, нарушается осмысление ими потребностей организма в воде. Люди не отдают себе в этом отчета и с возрастом их организм подвергается постоянному хроническому обезвоживанию. Дальнейшее заблуждение заключается в уверенности, что чай, кофе или алкогольные напитки в состоянии утолить жажду. Как вы узнаете, это весьма типичная ошибка. К числу хронических относятся боли при диспепсии, ревматоидном артрите, колите и сопутствующем ему запоре, при синдроме перемежающей хромоты, боли в ногах при ходьбе, мигрень и головные боли при похмелье, боли в нижней части спины, а также ангиозные боли, боли в сердце, при ходьбе и даже в спокойном состоянии. Сдвиг парадигмы требует лечения всех вышеназванных болезненных состояний при помощи ежедневного употребления воды, не менее 2,5 литров в сутки, в течение нескольких дней вместо обычного использования анальгетиков или болеутоляющих средств, таких как антигистаминные препараты или антоциды, задолго до того, как болезнь начнет прогрессировать и станет необратимой. Если болезнь развивалась в течение многих лет, то те, кто желает испытывать на себе целительные свойства воды, должны удостовериться, что их почки в состоянии производить большое количество мочи, чтобы в организме не скапливалось много воды. Количество мочи должно зависеть от количества потребляемой воды, поскольку с увеличением количества выпиваемой воды должно увеличиваться и количество мочи. Обезвоживание и некоторые хронические заболевания. Обезболивающие средства анальгетики могут вызывать губительные побочные эффекты, помимо вреда наносимого прогрессирующим обезвоживанием, которое временно заглушается без устранения коренной причины болезненных ощущений. Зачастую анальгетики вызывают желудочно-кишечное кровотечение, что является причиной смерти нескольких тысяч человек в год. Сейчас уже известно, что болеутоляющие лекарства, отпускаемые без рецепта губительно сказываются на состоянии печени, почек и могут привести к летальному исходу. Боли при диспепсии, нарушении нормальной деятельности желудка, затрудненном и болезненном пищеварении – наиболее важный свидетельствующий об обезвоживании сигнал, подаваемый человеческим организмом. Он указывает на то, что организм испытывает жажду, и он может возникать не только у пожилых людей, но и у молодых. Хроническое обезвоживание – это коренная причина практически всех известных на сегодняшний день заболеваний. Боли при диспепсии, гастрит, язва 12-перстной кишки следует лечить исключительно при помощи воды. При наличии язвы необходимо определить ежедневный режим приема, чтобы ускорить процесс заживления язвы. На каком основании я делаю подобные заявления? Я вылечил одно лишь водой более 3000 пациентов, страдающие диспепсией. Все они положительно отреагировали на увеличение количества потребляемой воды, в результате чего болезненные ощущения и связанные с ними проблемы исчезли. На определенной стадии обезвоживания, когда организм отчаянно нуждается в воде, ничто не в состоянии ее заменить. Ни одно лекарство, кроме воды, не окажет эффективного воздействия. Одним из наиболее ярких примеров, подтверждающих последние утверждения, является молодой человек, которому на тот момент было чуть больше 20. До того, как я встретил его, он уже несколько лет мучился от язвы желудка и 12-перстной кишки. Он, как водится, прошел через все диагностические процедуры, получив диагноз язва 12-перстной кишки. Его пичкали антоцидами и циметидином. Впервые я обратил внимание на упомянутого молодого человека летом 1980 года. Он испытывал такую мучительную боль, что находился практически в полубессознательном состоянии. Скорчившись на полу, он громко стонал, не осознавая, что творится вокруг, не видя столпившихся обеспокоенных людей. Я заговорил с ним, но тот мне не ответил, так как ничего не слышал, мне пришлось слегка потрясти юношу, чтобы привести его в сознание. На мой вопрос он простонал, моя язва скоро меня убьет. Я поинтересовался, когда начались боли и услышал в ответ, что это произошло в час дня и с того времени боли лишь усиливались. Тогда я спросил, не принимал ли он какие-нибудь лекарства для облегчения боли. Оказалось, что молодой человек принял три таблетки циметидина и выпил целый пузырек средства, нейтрализующего кислоту. Как и следовало ожидать, никакого облегчения эти лекарства не принесли, хотя прошло уже более 10 часов. Арсенал предлагаемых в таких случаях средств довольно скуден. Три таблетки циметидина по 300 мг каждая и один полный пузырек антоцида не могут облегчить страдания. Зачастую такие случаи заканчиваются на операционном столе довольного хирурга. Имея большой опыт облегчения страданий при помощи воды у таких пациентов, я дал молодому человеку два стакана воды, почти пол-литра. Поначалу он пил с большой неохотой, но я напомнил, что лекарства-то ему не очень помогли, поэтому теперь можно попробовать и мое средство. У него не было выбора, боль скручивала его пополам, а он не знал, как от нее избавиться. Я наблюдал за ним несколько минут. Мне пришлось покинуть комнату на какое-то время, а когда я вернулся через 15 минут, боль почти утихла и молодой человек перестал стонать. Я дал ему еще один стакан воды. Через несколько минут боль прошла полностью, и юноша даже стал реагировать на происходящее вокруг. Потом он поднялся на ноги и смог двигаться вдоль стены. Прислонившись к ней, он начал разговаривать со своими гостями, которые не менее чем он были удивлены произошедшими переменами. Десять часов этот человек мучился от нестерпимой боли и глотал сильно действующие лекарства, не приносящие ни малейшей пользы, а три стакана воды принесли практически мгновенное облегчение, полное и очевидное. У меня была еще одна возможность выяснить, зависит ли регистрация связанных с обезвоживанием болей в области живота от времени или объема воды. Однажды в клинику, где я работал, привезли одного человека. Пациент не мог самостоятельно ходить, его поддерживали под руки. У него также обострилась язва желудка. Убедившись, что язва непрободная, я стал давать ему стакан воды каждый час. Через 20 минут легче ему не стало. Никаких изменений не произошло и через 1 час 20 минут. Но боль утихла после 3 стаканов воды. В менее серьезных случаях для того, чтобы боль полностью прошла, требуется всего 8 минут. Эксперименты подтвердили, что когда мы выпиваем стакан воды, она немедленно попадает в кишечник и всасывается. Однако по прошествии получаса точно такое же количество воды выделяется в желудок через его слизистый эпителий. Она поступает снизу и попадает в желудок, где участвует в расщеплении пищи. Процесс переваривания твердой пищи зависит от наличия обильного количества воды. Кислота попадает на пищу, ферменты активизируются. Пища превращается в гомогенную жидкую массу, которая легко попадает в кишечник для последующего этапа переваривания. Внутренний слой желудка покрывает слизь, которая на 98% состоит из воды и на 2% из муцина, удерживающего воду. Расположенные внизу клетки выделяют бикарбонат натрия, который задерживается в этом водном слое. Если кислота из желудка пытается проникнуть сквозь этот защитный слой, бикарбонат натрия моментально нейтрализует ее. В результате данного процесса выделяется соль, это натрий из бикарбоната, а хлор из кислоты. Избыточное количество соли меняет водоудерживающее свойство муцина. Если организм обезвожен, то слишком сильная нейтрализация кислоты и слишком большие отложения соли в слизи делают ее менее однородной и вязкой. В результате кислота попадает на слизистый слой, вызывая боль. При повторном просачивании воды сквозь слизь происходит отмывка, гидротация слоя слизи и вымывание отложений соли. При этом также выделяется новая слизь. Обновленный, плотный и клейкий слизистый барьер служит естественной преградой для кислоты в желудке. Следовательно, эффективность барьера зависит от регулярного употребления воды, особенно перед приемом твердой пищи, стимулирующей выработку кислоты. Таким образом, вода является единственной естественной защитой от кислоты. Антоциды же, предназначенные для нейтрализации кислоты в желудке – это весьма малоэффективное средство. Нам следует признать, что точно так же, как мы получаем сигнал боли от голода, мы получаем и сигнал боли от жажды. К сожалению, такое состояние принято называть диспепсией и лечить всевозможными лекарственными препаратами до тех пор, пока тканей 12-перстной кишки и желудка не будут повреждены в результате метаболических осложнений обезвоживания. Применение антоцидов для облегчения сопутствующей боли – вот общепринятый способ лечения. Эти вещества являются, по сути, патентованными медленно действующими ядами, которые можно приобрести без всякого труда. Антоциды, содержащие алюминий, весьма опасны. Их не следует употреблять в тех случаях, когда улучшение можно добиться простым увеличением количества выпиваемой воды. Избыточное содержание алюминия в крови является одной из важнейших причин, вызывающих болезнь Альцгеймера. Никакие генетические исследования не раскроют токсического побочного воздействия металла, содержащегося в лекарствах, поскольку ученые исходят из неверной парадигмы. Большинство антоцидов содержит около 150-600 мг алюминия в каждой таблетке или чайной ложке жидкости. В почве острова Гуам находятся большие залежи алюминия. Обычное дело для некоторых регионов западной части Тихого океана – острова Гуам, полуострова Киев, Японии, западной Новой Гвинеи и прочих. Поэтому содержание данного металла в воде на этом острове очень велико. До тех пор, пока сей факт не был обнаружен и вода оставалась загрязненной, на острове господствовала болезнь по симптомам, похожая на болезнь Альцгеймера. Причем она поражала даже молодых людей. Несколько лет назад на эту проблему обратили внимание и вода была очищена. Больше молодых людей эта болезнь не поражала. Теперь уже принимают как должное, что причиной болезни Альцгеймера на острове Гуам стал именно алюминий. Самая главная причина болезни Альцгеймера – хроническое обезвоживание организма, а точнее обезвоживание клеток мозга. Токсичность же алюминия представляет собой дополнительное осложнение обезвоживания. А теперь внимание! В технически развитых западных странах сульфат алюминия часто применяется в процессе очищения воды для городского водоснабжения. При продолжительном обезвоживании клетки мозга начинают становиться похожими на сливу, постепенно превращающуюся в чернослив. В состоянии обезвоживания нарушается подавляющее количество функций клеток мозга, в частности, система транспортировки, доставляющая нейротрансмиттеры к нервным окончаниям. Один из моих коллег принял эти сведения весьма близко к сердцу и принялся лечить своего брата, страдающего болезнью Альцгеймера, заставляя его каждый день пить как можно больше воды. Постепенно у брата начала восстанавливаться память, так что теперь он в состоянии следить за разговором и гораздо реже повторяется. Улучшения стали заметны буквально в течение нескольких недель. Боли при колите, ощущаемые в нижней левой части брюшной полости, следует рассматривать как еще один сигнал жажды. Зачастую они связываются с запорами, причиной которой также выступает длительное обезвоживание. Одна из основных функций толстой кишки – процесс извлечения воды из экскрементов, с тем, чтобы в отходах организма после переваривания пищи не осталось чересчур много воды. В условиях обезвоживания остатки пищи лишены достаточного количества воды, облегчающего их прохождение по кишечнику. При замедлении продвижения и сжатии содержимого из твердых остатков пищи в толстой кишке выжимается вся вода до последней капли. Таким образом, запор является осложнением обезвоживания организма. При дополнительном попадании пищи в кишечнике скапливается еще больше отходов, забивая его и затрудняя прохождение твердых отходов. Процесс, естественно, сопровождается болезненными ощущениями. Боли при колите в исходном положении должны рассматриваться как сигнал, свидетельствующий об обезвоживании организма. При достаточном потреблении воды боли в нижней левой части брюшной полости, связываемые с запорами, исчезают. Яблоко, груша или апельсин, съеденные вечером, помогут избежать запоров на следующий день. Боли при ложном аппендиците. В правой нижней части брюшной полости могут появляться сильные боли. Они напоминают воспаление аппендикса и похожи на боли, возникающие на ранней стадии аппендицита. Прочих отличительных признаков не наблюдается. Нет ни повышения температуры тела, ни болезненности брюшной стенки, ни тошноты. Один-два стакана воды избавят от этой боли в нижней правой части брюшной полости. Один стакан воды послужит диагностическим инструментом в данном конкретном состоянии. Моя знакомая АБ сама искренне поддерживает развитие альтернативной медицины. Она безоговорочно верит в хилатотерапию, это лечение отравлений, вызванных тяжелыми металлами. Собрала множество материалов и написала книгу, ставшую очень популярной. Тем не менее, она сама много лет страдала от мучительных болей, вызванных грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Ее муж, замечательный писатель, рассказывал мне, что жена за едой страдала от таких ужасных болей, что была не в состоянии досидеть до конца трапезы и спокойно пообщаться. Временами им даже приходилось спешно покидать ресторан, потому что боли не давали ей даже короткой передышки, чтобы закончить обед. АБ рассказывала мне, что почти не пьет воды, и только после того, как ей попала в руки моя книга, она поняла, в чем кроется причина изнуряющих болей. Она начала ежедневно пить воду. Чем больше воды она пила, тем слабее становилась боль. Через несколько дней боль полностью прошла и никогда больше не возобновлялась. Супружеская чета теперь снова наслаждается совместными трапезами. Мы с женой пару раз обедали вместе с ними. Таким образом, диспептические боли служат сигналом жажды, связанным с хроническим или острым обезвоживанием. Они проявляются в тесной связи с другими болями, причиной которых также является обезвоживанием. Ревматоидно-артритные боли Около 50 миллионов американцев страдают от той или иной формы артрита. 30 миллионов человек страдают от боли в области поясницы, миллионы – от болей в области шеи. А 200 тысяч детей поражены юношеским артритом. Это обрекает человека на мучения до конца жизни, если только он не осознает истинные причины этой проблемы. Ревматоидно-артритные боли следует с самого начала рассматривать как индикаторы недостатка воды в пораженных суставах. В этих случаях в качестве дополнительного фактора выступает недостаток соли. Хрящи костей содержат большое количество воды. Вода как смазка способствует тому, что поверхности соприкасающихся хрящей в суставе свободно трутся друг от друга. В процессе трения поверхностей хрящей некоторые незащищенные клетки отмирают и отшелушиваются. Их место занимают новые клетки. В хорошо насыщенных водой хрящах повреждения от трения минимальны. В обезвоженных же хрящах степень абразивного повреждения значительно увеличивается. Соотношение между степенью регенерации хрящевых клеток и абразивным отшелушиванием служит коэффициентом прочности суставного соединения. К сожалению, процесс восстановления приводит к деформации суставов. Во избежание этого следует внимательно и серьезно относиться к боли и тут же увеличить объем принимаемой воды. В первую очередь следует определить болезненные ощущения как сигнал местного обезвоживания. Если боль не пройдет через несколько дней принятия воды и небольших физических нагрузок с целью усиления притока крови к суставам, тогда уже можно будет обратиться к медикам. Вы ничего не потеряете, зато можете многое приобрести, начав бороться с болью с неинфекционным воспалением ревматоидных суставов, как с последствием обезвоживания организма. Боль в области поясницы Следует принимать во внимание, что суставы спины, межпозвоночные суставы и их диски зависят от гидравлических свойств воды, содержащихся в ядрах межпозвоночных дисков. В суставах спинных позвонков вода – это не только смазка для контактных поверхностей. Она, заполняя межпозвоночное пространство, поддерживает компрессионный вес верхней части тела. Почти 75% верхней части туловища поддерживается объемом воды, содержащейся в ядрах межпозвоночных дисков. 25% поддерживается волокнистым материалом, окружающим диск. Строение всех суставов предусматривает, что вода будет действовать как смазочное вещество, а также нести нагрузку, производимую весом, и напряжение, производимое движением мышц. Вакуум в суставных щелях способствует поступлению воды в сустав только для того, чтобы ее вытеснило давление, возникающее в результате подвижности суставов. Чтобы избежать болей в пояснице, следует пить как можно больше воды и выполнять ряд специальных упражнений, позволяющих периодически создавать вакуум, который притягивает воду в ядра межпозвоночных дисков. Эти упражнения также помогают уменьшать спазмы в мышцах спины, что у большинства людей, 80% всех болей в области спины, является основной причиной болей в пояснице. Научитесь принимать правильные позы. Проблема боли в спине и их взаимосвязи с водой настолько важна, что я посвятил ей отдельную книгу «Как справиться с болями в спине и ревматоидными болями в суставах». Кроме того, выпущена видеокассета «Как справиться с болями в спине». Эта методика позволяет избавиться от ишиастных болей в течение получаса. Боли в области шеи. Низко склоненная голова при сидячем положении, работа на низком сидении, неудобная поза при длительной работе за компьютером, слишком много подушек – все это может вызывать боли в области шеи. Поэтому необходимо создать хорошую жидкостную циркуляцию в пространстве между дисками в области шеи. Под тяжестью веса головы вода из дисков может вытекать. Чтобы снова заполнить пространство водой внутри него, следует создать вакуум. Этого можно добиться лишь тогда, когда голова и шея одновременно двигаются назад. В менее тяжелых случаях боли в области шеи самым простым решением являются медленные многократные наклоны головы и шеи назад. Вытяните шею вперед, подержите в таком положении 30 секунд. Подобное упражнение создаст вакуум и поможет заполнить водой пространство между дисками. Вместе с этим все диски, благодаря переднему соединению со спинными связками, отходят назад, в нормальное положение между позвонками. Боли в области сердца. Ангинозные боли. Ангинозные боли свидетельствуют о недостатке воды в организме, общем факторе, обуславливающем различные состояния, которые определяются как болезни сердца и легких. Прочитайте письма мистера Сэма Лигуори и Лоретты Джонсон, опубликованные с их любезного разрешения. Ангинозные боли, мучившие мистера Лигуори, исчезли, как только он стал пить больше воды. Кроме того, он страдал грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, которая с увеличением количества потребляемой воды, уже не давала о себе знать. А как свидетельствует письмо Лоретты Джонсон, даже в 90 лет ангинозные боли можно лечить при помощи воды, причем настолько успешно, что не нужны никакие сердечные лекарства. Головные боли. Исходя из собственного опыта, могу утверждать, что среди причин мигрени можно выделить следующее. Обезвоживание, слишком теплое одеяло, алкогольные напитки, инициирующие процесс клеточного обезвоживания, особенно в мозге, аллергические факторы, обуславливающие высвобождение гистамина, высокая температура воздуха при недостатке воды. Как правило, мигрень свидетельствует о тепловом стрессе, таким образом, в усилении головных болей обезвоживание играет далеко не последнюю роль. Наиболее разумный и логичный способ борьбы с мигренью – регулярное употребление воды. Как только мигрень разрушает болевой порог, запускается целый ряд химических реакций, которые мешают организму нормально функционировать. Миссис Мэвис Батлер, австралийский миссионер-адвентист в Силанге на Филиппинах, поведала весьма занимательную историю. Многие годы ее мучила ужасная мигрень. Иногда боль становилась настолько невыносимой, что она полностью утрачивала дееспособность. Потом ей на глаза попалась эта книга, и она последовала моим советам. Миссис Батлер писала мне, что ее состояние несравнимо улучшилось. Почитайте ее письмо, и вы поймете, что это одна из тех историй, которые заставляют нас удивляться. Как же могло так получиться, что мы совершенно не представляли, насколько важна вода для организма и настолько губителен ее недостаток. Северный Квинслет, Австралия, 23 января 95-го года. Уважаемый доктор Бэтмен Хелидж, «Уже много лет я страдаю от головных болей. Я консультировалась с врачами, неврологами, хиропрактиками и потратила сотни долларов на рентгеновские снимки и ультразвуки. И все безрезультатно. Иногда только вера в Бога не давала мне желать смерти, когда я днями не вставала с постели, мучаясь от невыносимых болей. Не спасали никакие лекарства, боль исчезала на какое-то время, но всегда возобновлялась с новой силой. Я не могла выявить никакой связи между питанием и головной болью, но заметила, что она возникает через несколько часов после еды. Как-то один мой знакомый заметил, что вероятнее всего головные боли являются следствием недостатка воды в организме. Я действительно пила немного воды, пребывая в уверенности, что травяной чай, соки и фрукты в большом количестве полностью удовлетворяют потребности организма в жидкости. Буквально три недели спустя я листала один журнал и на глаза мне попалась реклама вашей книги «Ваше тело просит воды». Я купила журнал и заказала книгу. Получив книгу, я снова и снова перечитывала ее от корки до корки, а осознав, в чем заключались мои ошибки, решила моментально приступить к их исправлению. Может ли кто-то, не испытавший на себе, понять, что это такое чудесные дни без боли, когда ты можешь заниматься своими делами, а не лежать пластом, мучаясь от нее? За эту милость я каждый день благодарю Бога. Чтобы хорошо насытить водой организм, у меня ушло несколько месяцев, и сейчас головные боли появляются лишь время от времени. Свою лепту в появлении мигрени вносит и дефицит магния, вызываемый фитиновой кислотой в зерновых и клубнях в рационе питания. Стресс и депрессия Принято считать, что состояние депрессии возникает, когда мозг, столкнувшийся с эмоциональной проблемой, не может одновременно справиться и с другими действиями, требующими внимания. Человек настолько поглощен своими проблемами, что какое-то время не способен действовать и трезво мыслить. В конце концов, подобное напряжение мозга приводит к различным проявлениям, которые определяются в соответствии с внешней моделью поведения индивидуума. В условиях обезвоживания количество производимой энергии в мозге значительно уменьшается и многие функции мозга, зависящие от этой энергии, теряют свою эффективность. Подобного рода неэффективность и называется депрессией. Депрессивное состояние, вызванное обезвоживанием, вполне способно привести к синдрому хронической усталости. Такое название получил ряд физиологических проблем, связываемых со стрессом. Если мы поймем, что происходит в состоянии стресса, то поймем, в чем заключается суть синдрома хронической усталости. В любом случае, после определенного периода борьбы с обезвоживанием и его метаболическими осложнениями, синдром хронической усталости исчезает, вне всякого сомнения. Что происходит, если мы заменяем воду чаем, кофе или газированными напитками? Естественные стимуляторы, содержащиеся в кофе и чае, это кофеин в большом количестве и чуть меньше теофилина. Это стимуляторы центральной нервной системы, которые одновременно являются обезвоживающими веществами в силу своего сильного мочегонного воздействия на почки. Одна чашка кофе содержит 85 мг кофеина, а одна чашка чая около 50 мг. Кока-кола также содержит около 50 мг кофеина, часть которого добавляется для стандартизации рецепта при извлечении активных веществ из растений колоаккумината. Теперь вы должны понять, почему людям, страдающим болезнью Альцгеймера и детям, не способным к обучению, нельзя пить ничего, кроме воды. Определенно следует исключить все кофеиносодержащие напитки. 20 октября 1995 года. Ф. Батманг Хелиджу, доктору медицины. Уважаемый доктор Батманг Хелидж, я страдаю рассеянным склерозом. С недавних пор, 4 недели, я пользуюсь величайшим открытием в области здоровья. 2 литра воды ежедневно, никакого кофеина и немного соли в качестве приправы. Могу с полной уверенностью утверждать, что до глубины души потрясен удивительными результатами. До этого я годами мучился от отека ног, а сейчас, через 2 недели, отек практически исчез. Я также признателен за избавление от пагубного пристрастия к кофеину и сахару. Меня переполняют энергия и жажда жизни. Я забыл, что такое упадок сил, который обычно следует за энергичностью, вызванной кофеином. Вырвавшись из порочного круга, я стал спокойнее, уравновешеннее и намного продуктивнее работаю. Я стал оптимистичнее смотреть на вещи и внимательнее относиться к природным ритмам своего организма, которые раньше я заглушал кофеином. Ваше открытие действительно вернуло меня к жизни. Искренне ваш, Джон Куна, Николсон, Пенсильвания. Высокое кровяное давление Ниже приведенные письма представлены здесь с любезного разрешения их авторов, которые с большим удовольствием согласились поделиться своим бесценным опытом с читателями данной книги. Ноябрь 93-го. Уважаемый доктор Батман Гхелидж, я только что заказала второй экземпляр вашей книги о воде, а первый отдала сыну. Я всем рассказываю о ней, о своих впечатлениях. Возможно, вас заинтересует мой рассказ. Мой 58-летний первый сын Чарльз, который живет со мной, страдает глухотой и аутизмом. Три-четыре раза в неделю я вожу его на обследование. Как-то сыну измерили кровяное давление и сообщили, что ему необходимо принимать лекарства. Давление было высоким 160 на 104. Я как раз прочитала вашу книгу и попросила врача позволить мне поэкспериментировать в течение двух недель. Крайне неохотно тот согласился, предупредив меня, что это может оказаться очень опасным. Я строго следовала вашим инструкциям, заставляя Чарльза пить больше воды и добавляя немного магния и калия. Две недели спустя медсестра измерила сыну давление. Оно оказалось 106 на 80. Сейчас подойдет доктор, пробормотала она. Определенно доктор ей не поверил, потому что пришел самолично убедиться в результатах. Он не спросил у меня, каким образом я этого добилась. А я сама не сказала. Но если давление останется на том же уровне, я обязательно ему сообщу. Сама я также выполняю все ваши рекомендации, хотя у меня нет особых проблем со здоровьем. Через 10 дней я отметила, что у меня перестала кружиться голова, если быстро мотать ею из стороны в сторону. Раньше мне приходилось ночью подкладывать под голову несколько подушек, потому что я не могла низко опускать шею. Теперь же мне намного лучше. Мне 82 с половиной года. Спасибо вам за вашу работу. Это стоящий труд. Да пребудет с вами сила. Март Джори Рамзей. Если вам удастся понять, почему этот врач не заинтересовался тем, как Чарльзу удалось нормализовать кровяное давление, тогда вы поймете, почему мы столкнулись с таким колоссальным кризисом здравоохранения. Майкл Пэк в прошлом занимал административную должность в Foundation for the Sample Medicine. Он кратко рассказывает о своих проблемах, о которых страдал с детства. Кто, скажите, мог предположить, что столь разные болезни, связанные друг с другом таким образом? Кто бы мог подумать, что после стольких лет эти заболевания могут исчезнуть в результате регулярного приема воды? Решение проблем Майкла Пэка оказалось настолько необычным и простым, что жена пошла по его стопам. Письмо доктору медицины. Дорогой Фрейдон, это письмо является свидетельством огромной роли воды для здоровья и правильной диеты. Я неукоснительно следую вашим рекомендациям вот уже пять лет и на себе испытал положительный эффект регулярного употребления воды. Когда я впервые познакомился с вашей книгой, то страдал от избыточного веса, высокого кровяного давления, астмы и аллергии, которая преследовала меня с детства. Мне приходилось принимать огромное количество лекарств. Сегодня вес и кровяное давление в полном порядке. Я сбросил около 13 килограмм, а давление снизилось на 10 единиц. Благодаря вашим рекомендациям аллергические и астматические приступы стали не такими частыми. Я реже болею гриппом и простужаюсь. Болезни, как правило, протекают в очень легкой форме. Я дал почитать вашу книгу своей жене, которая принимает лекарства от высокого давления уже 4 года, а благодаря увеличенному потреблению воды практически избавилась от этих лекарств. Огромное спасибо за ваш труд, Майкл Пек. Уолтер Бурмайстер наблюдал эффект воды на собственном кровяном давлении. Как вы узнаете из его письма, он смог нормализовать давление, не прибегая к лекарствам. Ф. Батманг Хеллиджу, доктор медицины. Уважаемый доктор Батманг Хеллидж, я с готовностью подтверждаю, насколько эффективно обычная вода понижает давление. В соответствии с вашими рекомендациями, оставив позади годы лечения диуретиками и блокаторами кальция, 3 месяца подряд я выпивал минимум 8 стаканов воды в день, а иногда больше. Ранее кровяное давление удерживалось исключительно при помощи лекарств, но постепенно снизилось со 160 на 98 до 135 на 80. Жена измеряет мне давление дома, каждый раз снимая показания 2-3 раза. Показания редко падают до 120 на 75 и редко поднимаются выше 140 на 90. Однако, как правило, давление в норме. В дополнение к витаминам и минералам, свободный от лекарства подход, в основе которого лежит прием обычной воды со щепоткой соли, помогает расслабиться нервной системе и сохранить уверенность в себе. С уважением, Уолтер Ф. Бурмайстер, подполковник в отставке. Повышенное содержание холестерина в крови служит признаком того, что клетки включили защитный механизм против осматического давления крови, которое вытягивает воду из клеточной мембраны. Другими словами, концентрированная кровь не в состоянии высвобождать достаточно воды, которая могла бы пройти через мембрану и поддерживать нормальное функционирование клетки. Холестерин выступает в роли естественной глины, которая, находясь в пространствах клеточной мембраны, не пропускает воду сквозь стенки клетки. Избыточная его выработка и отложение в клеточной мембране являются частью природного механизма защиты живых клеток от обезвоживания. В живых клетках, не имеющих ядра, состав жирных кислот, образующих клеточную мембрану, дает клетке возможность пережить обезвоживание. Выработка холестерина в мембране – это часть системы выживания клетки, поэтому холестерин является жизненно необходимым веществом, а его избыточное количество свидетельствует об обезвоживании. После длительного периода ежедневного приема воды клетки хорошо насыщаются водой и постепенно холестериновая защитная система против свободного прохода воды сквозь стенки клетки становится ненужной. Выработка холестерина снижается. Чувствительные к гормонам ферменты, сжигающие жир, активизируются после часовой прогулки и остаются активными в течение 12 часов. С понижением уровня холестерина в крови и благодаря прогулкам, активизирующим процесс сжигания жира, холестерин разрушается и проход крови через ранее заблокированные артерии становится возможным. Прогулки два раза в день каждые 12 часов поддерживают деятельность сжигающих жир ферментов липазы днем и ночью помогая избавляться от избыточного содержания липидов в артериях. Итоги, подтверждающие эффективность лечения водой. Тревога мистера Мухаммеда Вахби не единична. Все, у кого наблюдается повышенный уровень холестерина, озабочены и встревожены, поскольку многие заболевания связаны с высоким уровнем холестерина в крови. В прошлом нормальными считались различные уровни холестерина, причем данная норма постоянно снижалась. Сегодня приемлемым считается уровень 200 мг на 100 кубометров крови. Но даже эта цифра весьма произвольна, лично я считаю нормальным уровень в 100-150 мг. У меня нижний порог составляет 89 мг, а верхний никогда не превышает 130. Спросите, почему? Потому что вот уже многие годы мой день начинается с 2-3 стаканов воды. Статья 91 года в New England Journal of Medicine поведала о 80-летнем старике, съедавшем 25 яиц ежедневно, имевшем абсолютно нормальный уровень холестерина. Все дело в том, что холестерин, который мы потребляем с пищей, не имеет ничего общего с высоким уровнем холестерина в крови. Давайте какое-что проясним. Избыточная выработка холестерина является результатом обезвоживания. Именно обезвоживание, а не уровень холестерина вызывает многие заболевания. Поэтому гораздо более разумно позаботиться о ежедневном потреблении воды, чем о том, что мы едим. При нормальной активности ферментов можно переварить любую пищу, включая и содержащийся холестерин. Мистеру Вахби удалось снизить уровень холестерина, не исключая никаких продуктов из привычного рациона. Он продолжал вести обычную жизнь, но уровень холестерина с 279 понизился до 203 за два месяца без ограничений в питании. И все, что ему нужно было делать, это пить воду перед приемом пищи. Если бы он к тому же совершал ежедневные прогулки, то смог бы понизить его еще больше. Его письмо приведено в качестве свидетельства с его любезного разрешения. Мухаммед Вахби так взволнован простотой лечения, что с удовольствием делится им с остальными. Письмо Уважаемый доктор Батманг Хелидж, я хочу поблагодарить вас за то, что вы помогли избавиться от множества проблем. С 1982 года у меня наблюдается высокий уровень холестерина. Когда я находился в Германии, мне предписали такую строгую диету, что я потерял 7 килограмм менее чем за два месяца, а уровень холестерина снизился несущественно. В дальнейшем я отказался принимать лекарственные препараты, тем более что в Египте врачи не считают подобный показатель особенно опасным. Поскольку мне приходится посещать деловые обеды даже чаще, чем положено дипломату, уровень холестерина постоянно скачет с 260 до 220, заставляя меня время от времени садиться на строгую диету. Вне дома мне не удавалось придерживаться диеты, во всех же остальных случаях я очень строго себя ограничивал. Но даже если мне доводилось обедать вне дома, я старался выбирать блюда, не содержащие жира. А в прошлом году я с ужасом обнаружил, что уровень холестерина подскочил до 280. Тогда-то мне и посчастливилось встретиться с вами. Когда вы посоветовали выпивать два стакана воды перед едой, я крайне скептически отнесся к данной рекомендации. Тем более, что вы не придавали особого значения диете. Через два месяца, не соблюдая тех старых правил, я обнаружил, что уровень холестерина снизился до 200 впервые за 9 месяцев. Мне удалось снизить вес на 3,5 кг и с тех пор я полностью его контролирую. Я чувствую себя просто превосходно и уверен, что когда я в следующий раз буду сдавать анализы, уровень холестерина опустится еще ниже. Итак, прощайте нормальные египетские стандарты и да здравствует новый американский уровень холестерина без потерь и лишений. Наслаждаясь едой, конечно, в умеренных количествах и освободившись оттерзавшие меня подсознательные тревоги, я обязан сказать вам огромное спасибо. Искренне ваш, министр Мухаммед Вахби. И вот, помимо этих, у меня хранится бесчисленное множество аналогичных писем. Все их невозможно опубликовать. Я выбрал лишь несколько, чтобы убедить вас в том, что мои идеи – это не просто теория. Они работают и приносят пользу людям различного возраста. Декабрь 94-го. Уважаемый доктор Бэтмен Гхелидж. Мы хотим поблагодарить вас за рассказ о полезной привычке выпивать 2 литра воды в день. Вы не только помогли нашим радиослушателям, но и мне лично. Я наслаждаюсь небывалым притоком энергии, выпивая 2 литра воды в день в течение всего одной недели. Ангинозные боли, мучившие меня 5 лет, исчезли, а недомогания, связанные с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, значительно уменьшились. Я чувствую себя совершенно другим человеком. Я готовлю передачи на радио World вот уже 20 лет, но должен признаться, что интервью с вами я запомню на всю жизнь. Искренне ваш Самуэль М. Лигуари, руководитель программы World Broadcasting Corporation. Вот еще одно письмо. Уважаемый доктор Бэтмен Гелидж. Мне 90 лет, я болею ангиной. У меня нет болей в груди или колик, но очень болит горло и сильно бьется сердце. После того, как я прочитала вашу книгу «Ваше тело просит воды», я начала пить воду. Когда у меня начинается приступ стенокардии, я просто выпиваю воды. Вы можете в это поверить. Мне больше не нужны никакие лекарства. Я постоянно ношу с собой бутылку воды и регулярно пью ее дома. Тысячу раз спасибо. Лоретта Джонсон Наготак, Коннектикут Вот наглядный пример мистера Джона Фокса. Он весьма необычен в том отношении, что довольно серьезное сердечное заболевание более его не беспокоит. И он снова наслаждается жизнью, безо всякого весьма модного нынче шунтирования сердца. Мистеру Фоксу идет шестой десяток. Он бывший инженер, в настоящий момент находится на пенсии. Сегодня мистер Фокс является одним из 50 специалистов, прошедших курс обучения у Бейтса. Было время, когда он практически ослеп на один глаз, а второй видел все хуже и хуже. Мистер Фокс заинтересовался методом коррекции зрения, описываемым Бейтсом. И в результате тренировок его зрение почти полностью восстановилось. Еще несколько лет назад врачи поставили ему диагноз – гипертония. Ему были прописаны лекарства, понижающие кровяное давление, но от них ему становилось только хуже. Проблемы усугубились сердечным приступом. В письме, которое он прислал, очень подробно описывается его прежнее состояние и произошедшие с ним разительные перемены. Основную идею данного письма можно выразить так. После двух месяцев увеличенного потребления воды, незначительных изменений в рационе питания, а также двухразовых ежедневных прогулок, коронарные артерии полностью очистились, и он чувствует себя превосходно. Мистер Фокс ведет активный образ жизни и избавился от своих болезней без всяких лекарств и операций. Сопоставляя заявления мистера Уэбби с результатами, описанными мистером Фоксом, мистером Патуризсом, миссис Джонсонс, полковником Бурмайстером и мистером Пеком, в конечном итоге приходишь к убеждению, что обычная водопроводная вода обладает огромной ценностью, до сих пор не признанной. Это доступное бесплатное лекарство, а против многих серьезных недугов, каждый год убивающих миллионы людей. Что именно губит людей, сердечные заболевания или обезвоживание? По моему мнению, именно обезвоживание – самый опасный враг, оно опаснее любой болезни, которую вы можете себе представить. Как вы думаете, это бесконечная глупость медицины или спланированная масштабная диверсия против человечества? Как можно оценить обезвоживание организма по цвету мочи? Нормальный цвет мочи не должен быть темным, в идеале практически бесцветный или светло-желтый. Если ее цвет меняется в сторону темно-желтого или даже оранжевого, значит ваш организм обезвоживается. Это означает, что почки напряженно работают, чтобы вывести токсины из организма в сильно концентрированной моче. Поэтому моча и темнеет. Темный цвет мочи – верный признак обезвоживания. Необходимость поваренной соли Бессолевая диета абсолютно бессмысленна. Соль – очень важный ингредиент в организме. Кислород, вода, поваренная соль и калий являются основными элементами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма. Если кто-то что-то недопонимает, подумайте, почему кровь соленая? Аргумент «много соли вредно?» Конечно, много вредно, так же, как и мало. Ориентируйтесь по солености крови. Плинию, 75-й год нашей эры, приписывают такие слова «соль – это величайшее лекарство, известное человечеству». Однако, очень важно помнить вот о чем. Если количество потребляемой воды увеличивается, а количества соли нет, то организм начинает терять соль. После нескольких дней приема 6-8 стаканов воды в день, следует подумать о том, чтобы добавить к своей диете соль. Я разработал практическое правило для ежедневного приема соли. На 10 стаканов воды следует употреблять половину чайной ложки соли в день, то есть 3 грамма, обычная чайная ложка содержит 6 граммов. При этом нужно убедиться, что почки функционируют эффективно, иначе тело просто распухнет. Если вы чувствуете, что у вас опухают ноги, не паникуйте. Уменьшите количество соли и повысьте количество воды на несколько дней, до тех пор, пока отек не пройдет. Рекомендуется также увеличить физическую нагрузку, поскольку мышечная активность способствует поступлению воды в кровоток, и некоторое количество соли выходит с потом и мочой. Не сидите и не стойте слишком долго в одном положении. В других своих изданиях автор книги рекомендует употребление воды вместе с щепоткой соли на языке. Дальнейший текст книги описывает преодоление следующих недугов. Избыточный вес, астма и аллергии, сахарный диабет. С полным текстом вы можете ознакомиться по ссылке под роликом, либо найти книгу самостоятельно в сети по названию. Конечно, это далеко не единственное достижение доктора Батманг Хелиджа. Я лично был не единожды потрясен его открытиями, никак не укладывающимися в мое сознание, выпистыванное медициной. Доктор Батманг Хелидж – это настоящий альтернативный исследователь в области здоровья, и неудивительно, что его хотели лишить жизни. В его книгах вы узнаете о таких вещах, которые запрещены к освещению и по сей день. Но не буду предвосхищать удивительные открытия, к которым вы придете, читая его концептуальные книги. И все это легко перепроверяется на практике.